Адисхан, Адисхан, Адисхан! Чёрт! Чёрт! И начался замес в зале. Попросил Судянова, можно я зайти? Мы тебя пустили, и ты зашёл. Ты представляешь, что случилось там? Друзья, всем привет, это канал Живая Сталь. Только что произошла массовая драка между персидским и дагестанцем. Чёрт Шабе, Калмаковым было очень всё много, мы не всё успели заснять, но кадров достаточно. Адисхан, 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 Адисхан! Адисхан, Адисхан, брат, ты чего, успокойся, брат. Адисхан! Адисхан! Бля, тебя обвинуло. Ноги мне, чё ты стоишь, бля, забирай их! Стоп! Стоп! Отпусти! Отпусти! Чёрт! Разнимаем! Разнимаем! Чёрт! 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 Выстрел из зала, всем одному! Всем одному, по ней устал! Бес остается здесь. Я уважаю тебя. Зачем устроили массовую драку? Зачем устроили массовую драку? Когда вы приходите с друзьями и они, где всегда происходит пиздилка и кипиш, братан. Все в руках на улицу! Представители всех, представители всех командов скроют на улицу! Всё! Всё, никаких разговоров, ребят, давайте! Всех на улицу! Димон, если ты хочешь, погнали, пройдём, я сейчас тебя проведу, пошли. Пойдём, меня никто не трогает, не моя бутылка. Всё нормально. Пойдём со мной сходим, там Дима боится дойти до этого, до машины. Да? Пойдём, чтобы его никто не трогал, блядь. На входе вообще надо обыскивать, блядь. Ну чё за хуйня, ножи, блядь, стволы, блядь, охрана. Ну ёбаный урод, вы их обыскиваете? Я вам реально говорю, пиздец, блядь. Вы даже не обыскиваете нихуя никого. Всё, Димон, давай, вон твоя тачка. Пиздец, блядь. Слушай, а чё случилось? Да там уже, я не знаю, там у всего персидского дистанция, блящок, вот у кого нож, у кого-то стволы. Вот, пацаны, да, Димон, скажи, блядь. У всех там, блядь, надо смотреть, кто ж хуйня какая-то. Пиздец. Пацаны, стволы, ножи, хуйня всякую, блядь, достаются. Они не вышли, они не вышли. Никто не надо выходить, блядь, мы пришли на спортивную блядь, нахуй здесь устраивать что-то, бро. А нахуй гранаты там сделают. Ну вот это вы здесь выясняете, это здесь выясняется, а не где-то. Но нахуй это надо там, блядь. Там люди сидят, братан, вы кидаетесь. Ну зачем это, блядь? А здесь как красава, блядь, стулья нахуй. Где он, где он, где он? Да все он там сидит, не трогайте его. Где, где он сидит? Он сидит внутри. Что произошло? Я ничего не видел, я видел, когда они стулья начали кидаться. Бро, ножи тоже, на свои навыебанулись, убирайте эту всю хуйню, ножи, все. Чехол это? А это чехол? А где нож? А нож потерялся? Это было так же, как муляж гранаты, с которой перс приехал. Ты слышал уже эту историю? Пиздец, блядь. У него был муляж гранаты, блядь. Да? Муляж гранаты. Ну точно, это пиздец. Потом посмотрим. Там есть свои удары ногой? Не, я, блядь, я, прикиньте, снимаю, а потом, блядь, я не снимаю. У тебя зачем позвали? У меня на другой камере все есть у него здесь. И это что, получается, сейчас бои не идут, что ли? Ура. Ты моя нога, моя нога есть у меня? Да все с теми же, на манеже. Артур, твоя есть. Эй, Артур, твоя Спарта есть. Хочешь драться, дерись в ринге, не зря говорил fight night. Мне показалось, что на него напали сзади, на перце, мне это показалось, потому что стулья, потому что там был, да, реально на него сзади напали. Вон там еще что-то, погнали. Давай-давай, бегом туда. Все, все осталось, все осталось. Все, все осталось, все осталось. Я с тобой не закончил. Сидим на улицу, все на улицу. Сидим на улицу. Сидим на улицу. Ой, блядь, Савина подставляюсь. А что за хуйня еще была? Что там было? Опять все. Все те же? Да. Ну, в общем, вот так, пацаны. Что там нормально все? Моргену не попало, ничего? Ну, просто сегодня какой-то просто комбинацион. А что вы тоже поучаствовали в пизелке, да? Нет. Нет, нет, нормально все. Ну, ладно. Я просто выхожу в золото, сейчас слышу какие-то крики и смотрю, как выводят. Нет, слава. Да я же не могу вязать. Куда? Да я знаю. Вот помнишь, где я сел так слева столы? Слева стол, а телефон сзади написано сутки. Где именно сидел? С какой стороны? Слева вот зашел и влево. А ты что за нас не спрягался? Я вообще не понял, что там было шрибанулся. Я даже не знал, что там персидский Дагестан сидит. Зачем было? Что-то, чтобы он продолжил съемки. Да нет, это самый кайф. А чего он был вообще, расскажи. Не знаю. Я вижу, кто тут нахер, какие-то стулья летят. Я только стулья, я только здесь хан стулья кидал. Здесь хан успокойся, нет. Нет, нет, я просто ногой кому-то три раза на лицо дал. Своему. Может ты своему? Нет, нет, я вижу тренер, так-так-так, тройку дал. Я ему уже бак-бак-бак. Песенок мне тоже не знаю. А брат, очки им не сама. У нас нашего пацана избегает. Давай пусти нас. У меня ударил. У меня один зашел и он на шоу. Давай поговорим. Давай, я поговорю с Трубенко. Я поговорю с Трубенко. Я решу с Трубенко. Брат, по-братски, пусти нас. А здесь капот, вот. Или три, просто. Третий, третий. Он тебя не пугает. Он тебя не пугает. Он тебя не пугает. Да. Пацаны, не заходите, не подставляйте охрану! Нет, нет, нет. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Там закрыт полностью. Трубенко. 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 Подставьте. Подставьте. Бацаны, вам никто его не дарит. Что вы должны... Поговори. Не пускайте, ну, говорю. Не пускай, ну, говорю. Не пускай, ну, говорю. Не будет, один пускай, один пускай. Не пускай, говорю. Мухаммад, ты подставляешь всех. Ты подошел, ты? Попросил Сулянова, можно я зайти? Мы тебя пустили, ты зашел. Представляешь, что случилось там? Ну так же не делать так. Ничего не случилось, я думаю. Пока ничего не случилось. Есть еще вторая массовая драка, ребят. Как ничего не случилось с ним? Не надо туда уходить, куда вы идете? Там 100 человек, куда вы уходите? Что было, я даже не видел. Сначала я тебе расскажу. Я видел тут у стулья. Сначала Хамаков на улице подошел к машине и начал газовать все ребята. Потом команда Чорша начала газовать на команду Мухаммада. И начался замес в зале. А потом команда Мухаммада Кокова подошла к креслу комментаторскому Мухаммада во второй раз. То есть это уже третий конфликт, но во второй раз газовать. А в четвертый раз уже подошел менеджер Зафар и между ними начался замес. Все, пойдем. Дверь закройте, чтобы он не видит. Все, давай. Кардой, не надо никуда выходить. Я вам говорю, вообще в принципе на улице. В общем, друзья, вот так происходит. Бывает такое, но ничего страшного. Сейчас команда Хамакова, Чорша Мбэ и так далее все ждут персидского дагестанца на улице. Но я думаю, что это не лучшее решение решать там проблемы где-то на улице и все такое. Вот у нас боец Ирланец сегодня дерется в главном бою вечер против Никита Вражбитова. Вышел на короткое уведомление. Как ты считаешь, ты должен сегодня выйти? Ты веришь в свою победу? Я заряжался, как не знаю кто. Нет, ответ ты веришь и хочешь победить. Ты понимаешь, что если ты сегодня выиграешь Никиту Вражбитова, то у нас будет очень большая хорошая карьера. Да, и будут бабки, когда будут бабки. Куплю себе бэху, а потом сожгу ее. Этот человек, который, чтобы вы понимали, живет за 400 километров от Красноярска. Ему, чтобы добраться до Красноярска надо потратить 10 часов. Он там пасет куру. Чего только нету, его историю вы увидите на хардкоре, обязательно ссылочка останется. Боец интересный, дрался много где. Многие организации хотели его получить и сегодня оказался в хардкоре. Ну и в принципе мы надеемся, что у него... Короче. Привет, меня зовут Артем Тарасов, этот канал Живая Сталь. Как вам бои хардкор FC MMA? Жестко, жестко, очень опасно, опасные ребята. Что, что еще сказать? Ну вам нравится или вам страшно, когда вы смотрите? Если честно, я даже периодами пускаю слезу, когда вот прям, слишком жесткий удар. Ну что, друзья, вот он, хедлайнер сегодняшней серии. Это Никита Ворожбитов, он берется с Володей Ирландцем. Там разница 40 килограмм, наверное, да, лево сколько? Каких 40? Там 50, 60, ну разница 25 и 24 килограмма. Сколько он у меня, 65 или 70? Он 75, да? 75 я стоил, да. Но я набрал сейчас пятерку. Это ему лучше. Как набрал? Я набрал сладкое просто. Как набрал? Живая сталь, там все дела? Не, у меня живот, чисто. Я, честно, расслабил. Я диету держал на Назир и готовился. А вот он знал, что Назир сломался, я начал хавать и просто расслабился. Я так сейчас на прикоре выхожу. Что, как настрой сегодня вообще? Да, там без шансов вообще. Думаешь, все, выиграешь легко? Ну так, блядь, не думай. Слушай, ну ты с Назиром говорил, что ты не понимаешь, в каком будет с тобой драться. Назир, соперник очень серьезный. Ну, Назир это Назир, этот Володя. Как бы, ну, без шансов вообще. Как бы, что, хоть на руках, на ногах, на коленях, на борьбе вообще шансов нет. Да, я думаю, что есть выигрыш. Вообще пиздец. В каком раунде планируешь выиграть? Ну, посмотрим. Не хочу загадывать. Ну, досрочно точно будет, 100% досрочно. Я могу сразу его выиграть через 30 секунд. Я уверен. В общем, возьмем у него интервью еще после боя. Слушай, ну сегодня же еще будут супер бои, звезд. Никита Ворожбитов будет драться, кстати, с ирландцем. Видел ли ты этого эпатажного ирландца, который живет, блядь, где-то там вообще. Да, конечно, я его знаю. Он же у тебя на кулаке дрался. Я за кулисы снимал, у тебя на кулаке с ним общался. Но я считаю, этот бой неравноценный. Думаешь, что Ворожбитову пройдет? Ну, братан, по габаритам. По габаритам, да. Ну, посмотрим, потому что габаритам обещал. Плюс, я не знаю, ну, нельзя недооценивать. Бой есть бой, это 100%. Там все, что угодно может произойти. Но все-таки это не кулачка. Тут тяжелее какую-то дуру донести. Ну, и плюс рост, вес. И Никитос провел последний бой очень уверенно, очень хорошо. Поэтому, мне кажется, все-таки, все-таки, ну, как бы, тут, наверное, 90 на 10. Только что мы разговаривали с твоим соперником. Он сказал, что просто без шансов. Я даже не готова себя размаживать. Ни в борьбе, нигде. Говорит, у него нет шансов тебя выиграть. Что ты ему скажешь на это? Ты же был в Красноярске на Сибириан Пау Шоу? Да. Три боя за два дня. Ну, да. Только один соперник был моего веса. Остальные больше. Они все говорили, что у меня тоже нет шансов. Какой итог? Три боя, три сухих победы. Ты планируешь выиграть, короче? Да, конечно, конечно. Конечно. Сделаешь все для этого? Несмотря даже на то, что это хайповый, это достаточно хайповый бой. Это получается главный бой вечера у нас. Да. С Никитой сигареты это плохо. Слепота будет. Но мы корим. Так что, несмотря на это, что я могу просто выйти, лечь, мне деньги заплатят, я кайфанул в Москве. Но нет, я понимаю, что надо газануть прям, чтобы порвать. Просто все силы. Буду пробовать, но опыт, тем более, есть. Последний бой у меня был две недели назад против типа 117 килограмм. Бой с ним. Да, бой с ним провел. И по сути можно сказать, что это типа спарринг перед вот этим боем. И, как бы, те ошибки все я учел. Все учел. Я видел бои Никиты Ворожбитова. Как бы, ну, бьет пацан, бьет. Все мы бьем. Все мы, блядь, рубимся. Ну, извини, я 12 лет рукопашка не для того, чтобы сено кидать. Так что, Никита Ворожбитов, мы поговорим с тобой с Володей после боя. Не надо, не надо, не надо бороться. Зачем борешься? Зачем? Вот, хорошо. Не трать силы. Не трать силы. Ручками, Володь, ручками и все. Прятал. Ловуй. Блядь. Слушай, ты вызвал овощ от Колобка и что ты думаешь реально с ним подраться с Колобком? Ну, я тебе скажу с ним не то, чтобы реально 90% есть того, что мы с ним подеремся. Просто есть тот, с кем я разговаривал с Hardcore и все огонь. Ну, будем надеяться подводить твой бой. Ты знал, что сегодня такой дебют получился, но габариты. Ну, опять же моя ошибка. Ничего не буду говорить. Опять же моя ошибка, блядь. И в ударке нормально. Зачем борьбу полез? Опять, ну, блин, не знаю. На хуй. У тебя так нормально. Ладно, друзья, это Володя Ирландец. Он подписал контракт на Hardcore. Теперь мы будем видеть часто в Hardcore. И надеюсь, в следующий бой нас будут радовать. Хоть сегодняшний бой тоже был достаточно. Ну, тоже извини, пожалуйста. На коротком уведомлении после другого боя. Ну, конечно, за три дня там. И сто килограмм разница. Такое тоже бывает. Но Сибирь, не похуй. Они выходят с кем хотят. Ну что, братва. Пишите вам, как вы думаете, кто прав? Кто виноват? Как вы думаете, почему произошла эта драка? И что это могло быть? И нужны ли такие драки в промоушенах? Все-таки вы их так все любите, хоть мы все их и ругаем. В общем, друзья, мое мнение. Я не знаю, что было, из-за чего было и как было. Единственное, что со мной всегда моя камера, которая успела все это заснять. Всем спасибо за просмотр. Подпишись, поставь лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok